МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выступление канатоходцев, розыгрыш путевок в Сочи и в Малый Хадж. Ежегодный конно-спортивный фестиваль также приурочили ко Дню Победы. В Центре управления городом теперь будут дежурить заместители мэра и начальники управления. Салман Дадаев ввел корректировки в работе ЦУП. А кто согласен? Кто мацан? Только ЦУП. Торжественный митинг, посвященный Дню Победы, прошел в Махачкале. Все традиционно началось с праздника на Центральной площади. Волонтеры развернули копию Знамени Победы, студенты и горожане держали флаги и плакаты с поздравлениями. Выступая перед собравшимися, глава города Салман Дадаев поздравил ветеранов войны, горожан и гостей столицы с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. И сегодня, как никогда, мы понимаем актуальность того, как важно сберечь память. Потому что мы в неоплатном долгу, мы всегда будем должны советскому солдату, который подарил нам это мирное небо. Уважаемые ветераны, дорогие махачкалинцы, гости, я вас всех поздравляю с этим великим днем, днем величия нашего народа. Мы будем помнить, мы будем благодарны. С праздником вас! Во главе легендарной «Волга-М-21» с главными участниками торжественного митинга. Ветеранами Великой Отечественной войны Ибрагим Пашой Садыковым, Юрием Петрухиным и Ахмед Набиапашевым. Под аплодисменты и приветствия горожан ветераны доехали до парка Ленинского комсомола, где прошла церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. Шествие бессмертного полка стартовало с проспекта Расула Гамзатова. Колонна прошла до пересечения с улицы Ливаневского и разделилась на два потока. Одна часть направилась к Родопскому бульвару, а вторая – к Русскому драматическому театру имени Максима Горького, где прошел гала-концерт, посвященный Дню Победы. В Махачкале на ипподроме конно-спортивного клуба «Зебра» состоялись республиканские скачки, посвященные Дню Победы. Мероприятие собрало около трех тысяч человек. Посмотреть на зрелищное событие пришли члены республиканского правительства, представители силовых ведомств и руководства города. Все подробности в сюжете Хамзы Нурмагомедова. Лошади вовсю скачут к финишу. Самая длинная дистанция – в 5200 метров. В республиканских скачках по случаю Дня Победы участвуют английская, чистокровная и арабо-халтикинская пород. Всего пять заездов. За первые места в заездах соревнуются скаковые лошади не только из разных уголков Дагестана, но и из соседних республик. Очень красивые скачки проходят сегодня в республике Дагестан. Такое мероприятие, можно сказать, как в Дубае. Очень много людей, очень много любителей лошадей. Мероприятие на высшем уровне. Огромное спасибо организаторам. Много гостей из Шущественской республики. Кто-то во первом заезде второе место занял у нас в лошадь республики. А сейчас в этом заезде третье было. Посмотреть на зрелище пришли тысячи людей, взрослые и дети. Среди почетных гостей муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди. Министр по национальной политике, делам религии Энрик Муслимов. Герой России Зулькает Каидов. Глава города Салман Дадаев и руководитель регионального Минспорта Сажид Сажидов. Я сегодня нахожусь здесь впервые. Я об этом слышал. Кубы, зебры, ипподромы сегодня в республике. Я думаю, это самое лучшее, где мы можем проводить мероприятия, проводить соревнования, собрать такое количество людей. И я вижу уже здесь как бы реконструкция или стройка, она не закончена, она продолжается. И на сегодняшний день такое самое, можно сказать, для досуга людей хорошее место. В Дагестане должно быть спорт именно связанный с лошадьми. И мы заслуживаем такого прекрасного, хорошего ипподрома. Я думаю, на этом мы будем развивать, будем стараться, чтобы улучшать и делать инфраструктуру намного лучше и лучше. Это очень важно, такие мероприятия проводить, тем более в таком масштабе, на таком высоком уровне. Сегодня, кого я не увидел здесь, все с улыбкой, с радостью, с праздничным настроением и с соприкосновением с весной 45-го года. Между заездами организаторы подготовили культурную программу. Здесь и выступления канатаходцев, аниматоры и аттракционы для детей, нашиды, сценки юных коллективов и многое другое. Приятным сюрпризом для зрителей стал розыгрыш «Трех путевок в Сочи» и «Малый хадж Умру». Давайте смотреть. 22.43! Поздравляю кого-то! Обладатель путевки на Умра «Малый хадж». Все аплодируют! Искренне радуемся за человека! Мы сами все видим, организовано все очень хорошо. Здесь различные площадки, есть бесплатный плов, раздача воды, мороженого. Здесь были группы аниматоров, к примеру. Вот мы видим здесь канатаходцы в данный момент. Вот там детские игровые площадки. Ну, самое главное – скачки. По итогам соревновательного дня победителями стали жеребцы из Махачкалы, Каякента, Губдена, Чарады и Нижние Казанища. Призовой фонд каждого заезда составил 100 тысяч рублей. Помимо этого, победителям призерам вручили грамоты, медали, памятные подарки, а также спутниковое оборудование компании МТС, на 807-й кнопке которого вещает и телеканал ННТ. «Лошадь был очень устойчивый, хороший был. Был, я бы сказал, неплохо был подготовлен. Изначально тоже была какая-то подготовка. Ну, и совместное фото давайте сделаем. Непосредственно по твоим руководствам сколько месяцев тренировка оброжает? Где-то подходило три месяца. Три месяца, и нам удалось за три месяца. Мы делаем коллективное фотоапс. На мой месяц именно готовились, обычно мои скачки хорошие. Именно готовились на мой месяц. Там организация очень хорошая, шикарная, понравилась. Спасибо всем организаторам и всем вам». Организатором грандиозного мероприятия выступил конно-спортивный клуб «Зебра». Это ежегодный фестиваль радует жителей и гостей республики красочным и зрелищным представлением. «Мне понравилось все, как мы там на канате ходили». «Хорошее такое мероприятие, так это только были, чтобы мероприятие у нас побольше было. Очень благодарен, спасибо тем организаторам этих мероприятий. Люди все-таки почувствуют, что это какая-то радость, какая-то удовольствие, поскольку мы уже последние дни и так все переживаем за всех, за Украину, за другой, за третий. Но это очень хорошо сегодня, что так случилось. Спасибо еще раз всем, кто это организовал». Еще одно мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, провел фонд «Инсан». Оно было организовано для внуков и правнуков ветеранов, воинов-интернационалистов, исполнявших служебный долг в Афганистане, а также для семей, служащих и погибших в спецоперации в Украине. Мероприятие посетил муфтий Дагестана шейх Ахматов Анди Абдулаев с супругой. «Для меня как знак, что это благословенный день, что это очень барракатный день. И я выросла с этим чувством, потому что отец моей мамы прошел всю войну, и для нее на тот момент, когда закончилась война, ей было 7 лет, и, видимо, ожидание отца настолько было серьезным, сильным, и она пропустила это через свое сердце, что она каждое 9 мая передавала вот эту частичку, вот этой радости совершения войны и нам. Сегодня, 9 мая, это, конечно же, и Афганистан, Украина. И дай у вас, что мы отмечали и победу в сегодняшней ситуации. Я не знаю, можно ли сказать, но это тоже победа, да, вот эта спецоперация, все равно это победа. Когда она закончится, мы будем отмечать». Среди гостей были министр по национальной политике и делам религии Энрик Муслимов и мэр Махачкалы Салман Дадаев. В своих выступлениях они поблагодарили Муфтият за мероприятия, которые были организованы в течение всего месяца Рамадан, и не только. Каждый год, 77 лет, без какого-то призыва, а именно по призыву сердца, без обязалового какого-то, именно по призыву сердца, мы встаем и идем на центральные площади наших городов по всей стране. Идем потом к памятнику неизвестному солдату, к вечному огню и с глубокой благодарностью возлагаем цветы героям-освободителям. И вечная память, и слава всем героям и той войны, и этой специальной военной операции с праздником. Я хотел бы еще маленькое такое добавление сделать. огромную вот эту патриотическую работу, которую надо вести, и как бы мы много про это не говорили, чтобы не забыли наши потомки это, все равно ее недостаточно. И больше нас, рукуматских людей, ее проводит Ахмад Ахаджи Афанди, Муфтият Республики Дагестан, фонд Инстан, который первый оказался с гуманитарным конвоем на Украине. Пока мы начали собирать, они уже были там с гуманитарным конвоем. И вот те мероприятия. Вчера вроде бы как праздник состоялся, и вроде бы как мы его все ждали, готовились к этому празднику. Он отлично вчера пошел, все махачкалинцы были прям довольны, даже после солидта они хотели расходиться. И вроде бы как он закончился, этот праздник, и воспоминания детства. А сегодня Муфтият Республики Дагестан, Ахмад Ахаджи Афанди, подарил нам еще вот эти детские воспоминания, когда мы в детстве ходили на эти скачки. И на этих скачках детям рассказывали, что это в честь Дня Победы, что вот была в нашей истории вот такая веха. И каждый год, и 77 лет праздновали, и еще 177 лет будем праздновать, благодаря вот таким мероприятиям и вот такой батареотической работе. В Махачкале будут усиливать работу Центра управления городом. Об этом было сказано на совещании под руководством Салмана Дадаева с заместителями и руководителями структурных подразделений, администрации города и городских служб. Предметом рассмотрения стали обращения, поступившие в систему инцидент-менеджмент, а также в телеграм-канал мэра. Дадаев высказал ряд критических замечаний относительно работы по обратной связи с жителями столицы отдельных чиновников городской администрации. Было озвучено, что по каждому из таких фактов будет проведено служебное расследование и виновные понесут наказание, вплоть до кадровых решений. Жителю интересно, какая у нас иерархия исполнения, а там происходит серьезная проблема. Проблема она происходит из-за вас, именно из-за заместителей. Ваше управленческое звено выпадает в работе ЦУГа. Оно не только ваше выпадает. Из-за того, что ваше выпадает, оно выпадает и на уровне ваших начальников управления. Распечатать эту проблематику и положить вам на стол. А ваше управленческое решение должно быть по этой проблеме. Вы должны поручить руководителю не ниже заместителя начальника управления, а если не его уровень, то сами принять решение, а если не получается, вы должны с этим прийти к заместителю. В итоге было решено, что теперь в центре управления городом будут дежурить заместители мэра и начальники управления, которые будут фиксировать поступающие инциденты и принимать решения по устранению тех или иных проблем. После этого мэр Махачкалы в сопровождении заместителей посетил ЦУГ, где лично ознакомился со всем алгоритмом работы центра. Не как по регламенту, а вот фактически вот пришло обращение. Кто на этой машине работает? У них, кстати, определенный человек. Кто здесь работает? А, здесь Зухра. Звоните ей. Где Зухра? Да. Зухра рассказывает. Пришло данное обращение. Как ты его отрабатываешь? Данное обращение поступило в систему, в мой кабинет, в мой администрации. Я его прочла, зашла в телеграм, куда она поступила, в какую соцсеть, либо в мессенджер. Если я ищу таких ответов, если мне дали ответ, то я направляю уже в систему дирекцию парка. Далее сообщаем им в группе о том, чтобы им поступил инцидент. Они дают ответ, если не в течение 30 минут, я контролирую время. И также, как они дали ответ, ответ переходит на согласование. Далее я читаю их ответ, смотрю на качество ответа. А кто согласовывает? Кто модел? Только ЦУГ. Студенты ДГУ тоже могут выбрать объекты, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в 2023 году в Махачкале. Учащиеся выбирают общественные территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомним, в столице Дагестана на голосовании выставлены 13 объектов и один дизайн-проект. Принять участие в акции могут граждане старше 14 лет. Для этого необходимо зайти на платформу 05.городсреда.ру, выбрать свой город, территорию и нажать кнопку «Проголосовать». Я выбрал поселок Семендер. Почему выбрал Семендер? Потому что у меня очень много друзей жил в том районе. Им часто приходится оттуда ездить, допустим, на площадь, на Рудобский бульвар, чтобы элементарно погулять с друзьями. Поэтому мы надеемся, что там будет сквер, чтобы не только они к нам ездили, но и мы к ним. И друзьям, студентам, вообще всем дагестанцам хотел бы призвать проголосовать, потому что это тот самый момент, когда действительно от нас зависит внешний облик нашего города. Велопробег в рамках акции «Знамя Победы» прошел 14 мая в столице республики. Дата проведения мероприятия выбрана не случайно. Это ровно 101 год с того дня, как город Петровск был переименован Махачкалу. Участники закрепили копии «Знамени Победы» на двухколесный транспорт и проехали от Университетской площади по улице Куркмасова до сквера имени Фазуалиевой и по площади имени Ленина. Все участники заезда оценили созданные велодорожки и плавные понижения тротуаров и бордюров, благодаря которым улица Куркмасова стала не только пешеходоориентированной, но и удобной для маломобильных групп населения. Проведение велопробегов станет регулярным, заверяют в мэрии. Это было все, чем запомнилась Махачкалинская неделя. Я с вами прощаюсь и до встречи в следующую субботу. И хороших вам выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!